Что будет, если прикрутить Геншину разветвлённую систему навыков и свободный крафт? Можно сказать, что вот результат, Крафтопия. Но чем больше смотришь на эту игру, тем больше понимаешь разницу между Японией и Китаем. Крафтопия была выпущена в ранний доступ всего за 24 дня до Геншин Импакта в 2020 году японской студии Pocket Payer, и до сих пор пребывает в этом состоянии. Геншин же, отшлифованный практически до идеала, с продуманным планом развития игры надолго вперёд, вышел в релиз, моментально завоевав расположение сотен тысяч игроков. Предпосылкой и отправной точкой как Крафтопии, так и Геншина справедливо считают The Legend of Zelda Breath of the Wild, которая загребла кучу наград и положительных отзывов в качестве лучшей игры 2017 года. К слову, как и Крафтопия создана в Японии. Но давайте разбираться, почему тогда Крафтопия не стала настолько же популярной, как и Геншин Импакт. Читая отзывы в Steam, можно немного понять ответ на этот вопрос. Всё ещё бета, плохая оптимизация одиночной игры и отвратительнейшая многопользовательской, и неудачные попытки догнать Михоэ с их более чем пятитысячной армией сотрудников. Это лишь малая часть претензий. Вишенкой же на торте становится тот факт, что за Крафтопию нужно заплатить, и довольно приличную сумму. Пытаясь дать игрокам неограниченную свободу действий, Покетпеер затолкали в своё детище гремучую мешанину самых разных механик. Боёвка, технологии, фермерство, покемоны, автоматизация с конвейерами, магия наподобие World of Warcraft, шутер с современным вооружением. Да тут даже танк есть! Конечно, в обеих играх разработчики изначально толкают игроков на независимое свободное исследование мира, как это делалось и в Зельде, поощряя процесс головоломками и лутом разной степени приятности в секретных и не очень местах. Для быстрого исследования миров, кроме глайдеров и транспорта, предусмотрены разбросанные повсюду телепорты. В Крафтопе это порталы, как точки телепортации в Геншине, и аналог статуи Архонтов в башне биомов, которые вначале нужно отстроить в несколько этапов, используя различные ресурсы, после чего из земли появляется бессмысленно высокая и безжалостно ажурная фаллическая конструкция. И башни, и статуи Архонтов открывают определенные части карты. И те, и другие можно и нужно улучшать, только в Геншине это даёт плюс к характеристикам героя, а в Крафтопе аж переводят в следующую эпоху, из каменного века в медный и так далее. А вот и наглядное сравнение некоторых игровых механик, таких как рубка древесины, добыча минералов и полезных ископаемых, причём в Геншин Импакте это можно делать и с помощью различных заклинаний. Полёт на глайдере. В Крафтопе этот вид транспорта гораздо быстрее, чем в Геншин Импакте, зато какой открывается в шикарный вид для игроков во второй игре. И конечно же в обеих играх можно внезапно обрушиться на противника с воздуха. Невероятно красивые и детально проработанные эффекты боя каждого героя. Каждая непись в Геншине отдельная личность о своей истории, которая может ещё и подарить подарок. Сбор материалов в природе. Довольно реалистичное крапканье в Крафтопе и элегантный подъём по отвесной стене на огромных шпильках. Да безобразие простая рыбная ловля в Крафтопе и мини-игра в Геншине с раздражающими комментариями летающей консервы. Простая стрельба из лука. Тут без комментариев. Конечно, могло быть и хуже. Слаймы и хили-чурлы из Геншин Импакта представлены в Крафтопе Момо и Гремлинами. Ну а Митачурлы это гремлины побольше в различных вариациях, типа с топором. Есть между этими двумя играми и существенные отличия. Геншин Импакт в первую очередь это гачи-проект, в котором основополагающая суть призыв и подбор команды с четырёх героев под различные ситуации и события в игре, которыми, к слову, Михоя активно развлекает игроков. Но в то же время в Крафтопе, вы не поверите, есть крафт. Не зря название игры это зачитание слов крафт и утопия. Здесь ваша фантазия может разгуляться на славу, ведь только от неё зависит, что вы построите. Разработчики успешно запускали в воздух костры НЛО и лепили реактивные двигатели ко всему, что может шевелиться. Для крафта в Геншин Импакте чаще всего придётся сначала найти алхимический стол, огонь или позднеца для того, чтобы сделать какой-то определённый предмет. Обе студии имеют достаточно средств, чтобы разрабатывать и другие проекты, как, например, отдельная карточная игра Over Dungeon в стиле защиты башен Pocket Payer и игра в игре «Священный призыв семерых» в Геншин Импакте, а также самостоятельные проекты наподобие Хонка и Star Rail и Pal World, что-то на японско-покемонском. И тем не менее, Геншин активно развивается и привлекает игроков, а Крафтопия... Крафтопия всё ещё в бете. Отдельный респект Юг Пинг Чену, который написал партитуру для каждого момента в Геншин Импакте, исполненную филармоническими и симфоническими оркестрами. Это божественно. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу каждой из этих двух замечательных игр, а также ставьте свои царские лайкотики и не забывайте подписываться, потому что для моего канала в данный момент это очень важно. Также можете рассказать, что вы думаете по поводу такого формата видео и стоит ли делать их дальше. Субтитры создавал DimaTorzok